Приветствую вас, и мужчина, кризис, конечно, может переболеть, безусловно, справится со своей проблемой. Мужчина может, я не думаю, что это как-то уж слишком будет для него невозможно, вот. Но, понимаете, в чём момент? Если у мужчины кризис начался за время, его время, вашего общения, вашего взаимодействия с ним, да, вот. Если кризис начался, когда вы были вместе с ним, то получается, что вы сами, вот именно вы сами, да, не заметили, как у него появились какие-то кризисные моменты, да, вы не заметили, как у него появились какие-то трудности и так далее, и, очевидно, не предприняли никаких шагов. То есть я, конечно, понимаю, что вы, наверное, скорее всего, старались и, скорее всего, делали что-то для того, чтобы ему помочь, но, видимо, недостаточно. И теперь вы говорите о том, что может ли мужчина переболеть. То есть, как бы, чтобы он, намекая на то, что он со своими проблемами справится где-то там, без вас, а вы просто-напросто примите его уже другим, уже более таким восстановленным, да, если можно так выразить. И вот этот момент, момент восстановленности, то, что вы хотите принять его уже другим, уже более приспособленным к жизни, этот момент может сыграть с вами не самую лучшую шутку, а именно такую, что, например, мужчина вернется, но будет он, допустим, не с вами, например. То есть он, он скажет вам, а зачем, вот зачем ты мне, если, грубо говоря, ты не помогла мне, там, преодолеть кризис, да, вот зачем? Для чего ты мне нужна тогда? Он может так вам сказать. И это будет, на самом деле, ну, далеко не самым приятным, как вы понимаете, я надеюсь, опытом для вас. И, соответственно, как бы, ну, со своей точки зрения он вполне может быть прав, потому что вы не помогли ему кризис преодолеть, ну, значит, зачем вы нужны теперь? Вот чтобы такого не было, если вы знаете, что мужчина в депрессии, если у вас есть основания полагать, что у него депрессия, то, соответственно, имеет смысл вам тогда постараться ему помочь, то есть все время быть рядом, разговаривать с ним, да, там, какие-то еще моменты стараться продвигаться с ним и так далее. То есть не бросать его, не бросать, быть все время с ним, и вот тогда ситуация, может быть, станет другой, тогда, может быть, он, если вернется, то вернется к вам. Вот. Но это, опять же, не точно. Это, может быть, вернется к вам, может быть, вернется не к вам, может быть, вернется к кому-то другому. То есть вы ставите здесь себя, как бы, в состоянии неопределенности достаточно. Вот. И 22 года это довольно большой срок для мужчины, чтобы пересмотреть свои, свои какие-то взгляды, чтобы пересмотреть свои, свои приоритеты, свои ценности и так далее. Вот. То, что он всегда был хорошим семьянином, это не означает, к сожалению, что у него не было проблем. И теперь, когда у него эти проблемы дали вот такой толщок, такое развитие, вполне возможно, что он, просто наоборот, уже не испытает нужды вас. Ну, а вам, в свою очередь, стоит адекватно подумать о том, как вы сами готовы относиться к тому факту, что он, там, изменяв вам другой женщиной вообще, был другой и так далее. То есть это вот тоже такой важный момент. Потому что, с одной стороны, с одной стороны, не принимая его всерьез, и не принимая всерьез то, что он делает, вы вряд ли, вряд ли, вряд ли вы как-то вот что-то делаете себе на пользу, но, с другой стороны, не придавая значение чрезмерно тому, что он делает, вы тоже не будете, на мой взгляд, делать как-то что-то себе на пользу. Поэтому я рекомендую вам, вот, подумать именно о том, чего, собственно, вы хотите сам. И может ли мужчина вам это дать, то, чего вы хотите. Потому что, если не может, то, быть может, тогда и не стоит его сдать, ибо зачем он вам тогда. А если вы готовы его сдать, то нужно что-то для этого делать, а не просто так, что вот он вернется, может переболеть, а может не вернуться и не переболеть. Это, значит, не самая лучшая позиция. Вот. Поэтому разбирать нужно, разбирать нужно то, что с вами произошло, смотреть, анализировать, и, исходя из этого, соответственно, уже думать. И если у мужчины действительно депрессия, то ему требуется помощь профессиональная, психологическая, может быть, даже психотерапевтическая помощь, вот. на беде только, если он сам этого хочет. То есть во всей этой ситуации не ясна, какая роль ваша. Вот что вы конкретно сделали для того, чтобы он перестал быть депрессивным? И что вы, как бы, молитесь, что вы готовы сделать? И вот, собственно, как вам сказал мой коллега Кудышев Игорь Леонидович, что ответственность – это не только его, но и вашу. Вы, как бы, себя полностью ответственно снимаете на то, что происходит. И если вы хотите, чтобы он вернулся, то нужно менять не только его, но и транализировать себя, свое поведение, свои поступки, свои действия. И тогда уже будет понятно, что именно вы сделали не так, что вам можно подкорректировать, чтобы создать предпосылки для возвращения мужчины. Но, опять же, как правильно вам сказал мой коллега, что преодоление – это не наше возвращение. Потому что кризис, это означает, что… Кризис вообще означает, что человек, как бы, оказался на распутье. Что привычные модели поведения, привычные его средства перестали удовлетворять, а новые еще не выработали. И очень может быть, что эти новые средства не будут иметь никакого отношения к вам, если вы не подкорректируете свое поведение, если вы будете вести себя так же, а у мужчины были проблемы. Ну и сначала вот нужно проанализировать, какие у него вообще проблемы были, чтобы понять, что вы можете в этой ситуации сделать, и знаете ли вы о его проблемах. Ну а женщина, с которой он сейчас был – это просто средство изменить что-то в своей жизни, и не более того, как мне это видится и представляется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!